90-е годы принесли новые реалии и правила выживания для отечественного автопрома. Для производителей ребром стал вопрос конкуренции с импортной техникой, хлынувшей на местный рынок. Не избежал подобных проблем и Камский автозавод. Для того, чтобы удержаться на плаву, было необходимо как минимум обновить кабины грузовиков под новые требования. Однако для запусков производства современной кабины необходимы были серьезные финансовые вливания. Если учесть бушующий в стране кризис и очень не кстати случившийся серьезный пожар на заводе двигателей, то средства взять было неоткуда. Разумным выходом из патовой ситуации было оставить каркас без изменений, преобразив кабину с помощью пластиковых панелей. Для этого денег много не требовалось. За помощью в разработке дизайна решили обратиться к непосредственным конкурентам Запада. Представители завода из набережных Чулнов отправились в командировку. Их целью был голландский производитель грузовых автомобилей DAF. Европейские специалисты разработали под руководством Бертрана Янсена математическую модель новой кабины. Были сделаны все необходимые расчеты и чертежи, а также изготовлен полноразмерный макет. Голландцы к делу подошли ответственно. Сдавать работу в набережные Чулны приехал сам Янсен. Работы по редизайну вышли очень даже недорого. Проект был успешно утвержден руководством КамАЗа и запущен в производство. Внешне грузовик преобразился. Новые бампер, крылья, решетка радиатора и противосолнечный козырек добавили КамАЗу свежести. Сделали его похожим на европейские аналоги. Но в серию новые кабины удалось запустить только в начале 2000-х. Работу, проделанную голландцами, мы можем оценить на серийном КамАЗ-6520.